Добрый вечер, Борис, добрый вечер, уважаемые телезрители живого телевидения. Мы вас приветствуем в нашей студии. Сегодня нашим гостем является Борис Израильевич Шапира, поэт, переводчик, философ, богослов. Я даже не знаю, какие еще присовокупить к этому ваши характеристики. Но, наверное, достаточно добавить, что у вас есть пять образований, пять посвящений, так сказать, в жизнь, в профессиональную жизнь. Но кроме этого, существует еще любовь, и вот любовь, как я понимаю, у вас к стихам. Не так ли? Да. И чтобы с чего-то начать нам нашу беседу сегодняшнюю, а она будет достаточно длинной, я хотел бы начать ее не со стихов, откровенно говоря. Среди того, что вы опубликовали и написали, есть понятие таких упрощающих или упрощенных идей. И вот я за свою длительную жизнь в нашей советской стране, а там я прожил большую часть жизни, и вот уже почти что сколько уж, 20 лет живу в ее продолжении некое. Так вот, значит, я все время сталкиваюсь с тем, что нас призывают все время все упрощать. И так же даже было и в литературе, и говорили, вот народу будет непонятно, надо писать проще. Значит, если что-нибудь, какая-то статья, это никому не понятно. Значит, надо вам все это как-то причесать так, чтобы это было понятно. И вы, по-моему, как бы мой единомышленник в этом плане, и как будто бы тоже не поддерживаете эту идею упрощать. Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, спасибо за вопрос. Во-вторых, я позволю себе приветствовать телезрителей и поздравить всех с прошедшими праздниками, наступившим Новым годом. А вас благодарю за приглашение на этот разговор. И я вас благодарю, что вы пришли к нам. Теперь, об упрощении и усложнении. Я коротко не могу ответить на это. А вы ответите как-нибудь не коротко. Тогда я отвечу не коротко. Есть страшная тенденция, идущая в конечном счете от культуроносительства, от интеллектуальных и интеллигенции, от интеллектуальных деятелей, от нас, от писателей, от ученых, которые формируют культуру. Культура не находится нигде. Она создается. Она создается реальной совместной деятельностью. И культура в этом смысле похожа на тот нектар, который пчелы или муравьи, собрав из каких-то внешних или внутренних источников, начинают пережевывать и изо рта в рот передавать друг другу. Одним из ярчайших и сильнейших компонентов этих культурных потоков является коммуникация в форме анекдотов. Я думаю, что на конец Советского Союза повлияло всенародное творчество в форме анекдотов не только тех, кто их придумывает, или тех, у кого они складываются, но и тех, кто их рассказывает дальше. Каждая такая передача – это участие в культуре творчества. И вот есть, тем не менее, культура – это не мертвая, не пассивная субстанция, она активная, она самоорганизующаяся. И у нее есть стратегии. Эти стратегии планируемы, и они, я думаю, должны быть поняты. То, что я сейчас говорю, именно просто. Когда я вчера шел по улице, и впереди меня шла группа из четырех молодых людей. Они были интеллигентного вида, судя по всему, студенты. Я понял из их речи, они были подогреты празднованием с данного экзамена и говорили громко. Поэтому, несмотря на проблему в ухе, я ясно слышал, что они говорили. Примерно в каждой фразе было от трех до четырех слов «или бля», «или блять». Я позволил остановить их и спросил, есть ли у них время ответить на мой животрепещущий вопрос. Я сказал им, что я иностранец, что я изучаю русский язык. И что я прошу, чтобы они мне объяснили, какая часть речи – это бля и что оно значит. Это артикль или это наречие, междометие, что это. Господа студенты были очень удивлены этим вопросом, отнеслись к нему серьезно и начали спорить. И возник разговор. И выяснилось в этом разговоре, я попытался его вести, что это слово, а также все те другие слова, которыми мы засоряем не только нашу речь, но наше сознание, и наше мировоззрение, и наше намерение, что это, эти слова не выражают смысловой компоненты. Они слова-символы, они являются важной частью в нашей коммуникации, они несут на себе вот этот самый стратегический элемент. Куда мы живем? Мы живем вверх или мы живем вниз? И вот это важнейшая ось жизни. Вверх, вообще говоря, это к Богу, к добру. Вниз – это к смерти. Много путей ведут к смерти, но они все вниз. Теперь, о вот этом упрощении. Это единственное упрощение, которое я позволяю себе исповедовать. Это упрощение означает, что когда мы пользуемся в литературе стёбом, а что это стёб? Стёб – это слово из воровского жаргона. И значит оно ударить или унизить. Поэтому, когда наши талантливые молодые поэты говорят, «Ах, как я здорово простебал эту тему!» Это значит, они её унизили. Это значит, они её ударили. И эти коллеги видят в этом достоинство. Они в своём кругу возвышаются, зарабатывают себе очки и позиции в этом социуме, в котором стремление вниз является ценностью. Вот упрощающие идеи, я хочу их перечислить. Например, идея над расой. Сама по себе идея расы, она не хороша, не плоха, если она научна. Но если идея расы становится основанием для того, чтобы выстраивать расы в иерархии по ценности, и говорить, что у нас есть более ценные и менее ценные расы, и отсюда следует, что более ценные расы в каком-то праве, я в кавычках это слово сейчас употребляю, распоряжаться менее ценными расами, их использовать, порабощать или уничтожать, считать их вредоносными и так далее, вот эта идея расы, эта идея, которая была в основе идеологии национал-социалистического общества, и она же все еще отсвечивает в идеологиях многочисленных и многонациональных фашизмов, эта упрощающая идея, она в целом тянет наше человечество вниз. И мы убедились в том, сколько крови и какие горы трупов эта идея наработала. Вторая типичная упрощающая идея состоит в том, что неравенство это плохо, а равенство это хорошо. И существовало голосальное количество экспериментов, я уже не говорю о теориях, в которых проводилось установление равенства, установление равенства в буквальном смысле, равное распределение всего. Это равное распределение всего, и ее вариант, это, конечно, чисто коммунистическая идея, приводило к еще большему количеству трупов, это тоже важнейшая упрощающая идея. Ее модификация – это коммунистическая идея, коммунистическая идеология, и сколько трупов в 20 веке наработала коммунистическая идея, не мне вам рассказывать. Есть другие упрощающие идеи. Одна из самых эффективных сегодня упрощающих идей – это идея или идеология прагматизма. Идеология прагматизма говорит – живи, как можешь, доставай, что можешь, и не чувствуй себя связанным абсолютно никакими границами. Вот можешь, вот перед тобой девочка, это пятилеточка, послана из одной деревни в другую, расстояние там 3 километра, купить молока или отнести бабушке подарок в форме денег. А ты, бандит, вышел из лесу, огляделся вокруг, никого! Девочка тебя не знает, у нее деньги, у тебя нет. Отними, и деньги будут у тебя, а ребенок даже не расскажет, не сможет. А писать тебя, тебя никто не найдет. Ну, полная ситуация безнаказанности. Идея – делай, что можешь, бери, что можешь, говорит – ну, возьми, ты же безнаказан. Юра, ну, ни вы, ни я, ни ваши коллеги в телестудии этого же не сделают. Я надеюсь. Но этого не сделают, наверное, почти никто из наших зрителей. Спросим себя, почему? Ведь пользы от этого нет, не обидеть девочку, не взять у нее денег. Деньги. В этом нет пользы. А что в этом? Добро. Вот отличение добра от пользы не добра от зла. Добра от пользы. И принятие всякие разрешения. То, что я делаю, это с одной стороны добро или нет, а с другой стороны польза. В нашей религии есть особенная молитва. Я скажу ее по-русски. Благословен будь тот час, когда добро и польза совпадают. Это для меня очень-очень важное внутреннее намерение. Не упрощающее. так о чем же мы говорим? Вы задали просто самый важный вопрос. Мы говорим о том, что мир сложен. И мы говорим о том, что упрощение картины мира это разрушение будущего человека и человечества. вместо того, чтобы обучать гражданина, обучать человека, обучать ребенка быть адекватным сложности мира, криминальная, прагматическая, а криминальная это экстремально прагматическая позиция, обучает человека упрощать мир. у меня есть монетка, а у вас ее нет. Вам она нужна, и вы думаете, что она вам нужнее, чем мне. Есть простой способ. Звоните мне и говорите, Боря, если можешь, дай сотню дополучки. Боря, если может, даст, если не может, не даст. это не ваше дело принимать решение за меня, но вам нужно, вы спросите. Вы доверяете, что этот вопрос вас не унизит, и что я в рамках моих возможностей отнесусь к нему, конечно, благословно. Как много здесь формализма для того, чтобы, возьмем этого разбойника и девочку. Девочка это символ беспомощности. Она может быть и не девочка, а взрослым человеком, и вот этот разбойник, она может быть даже не девушка, этот разбойник подходит, приподнимает свой свитер, где у него висит два автомата и говорит этой девочке, девочка, у тебя деньги, пожалуйста, я тебя очень прошу, дай мне эти деньги. Но это такое же насилие. Да. Так я хочу, тем не менее, мою мысль продолжить. У вас есть другая возможность. Вы поднимаете камень, как известно, оружие пролетариата, и этим камнем тюкаете меня по башке, как меня когда-то тюкнули, но не добили, поэтому я здесь с вами сижу. И вместо того, чтобы спросить у меня, вы меня обыскиваете и узнаете, есть у меня эти самые 100 рублей или нету. Ну нету, ну ладно, с кем не случается. А если есть, вы их возьмете. Вот два подхода. Один простой тюкнуть или угрозить. Это разница очень небольшая. Угрозить работы меньше. А бандит, конечно, ценит свое время, силы. Ну как прагматик. Как прагматик, конечно. Он оптимирует свою деятельность, поэтому угроза для него это не моральное отношение, а угроза для него простая экономия его собственного бандитского труда. Вот с этим предисловием, в котором я хотел привести примеры, я хочу сказать, что, к сожалению, болезнь России в течение не последних лет, а веков, состоит в том, что она идет по инерции упрощения модели мира. Намного проще сказать, я крутой и этим возгордиться, чем сказать, я отзывчивый и я разбираюсь в сложности ситуаций и я ответственен. Вот этот момент ответственности, он центральный. Поэтому я различаю в моих статьях и в моей теории ментальности два интеллектуальных типа. Интеллектуальный тип rapax, что значит по-латыни человек разбойный, и respondens, что значит человек ответственный. Эти два типа отличаются по одному единственному признаку. Они могут быть очень умные, талантливые, хорошие любовники или отцы и матери, но признак вот какой. Зададим им вопрос. Как вы считаете по жизни? Мы все используем время или обстоятельства и друг друга для получения каких-то благ для себя. Вот этот процесс можно осуществлять безгранично, вот как можем, так и делаем. Или же должны быть какие-либо границы, которые не вытекают ни из каких обстоятельств. Эти границы не от мира сего, поэтому их называют трансцендентные, то есть те, которые за и вне. И вот категория добра это трансцендентное понятие, а категория пользы это понятие внутри этого мира. Рапакс экстремально прагматический человек. Страна Рапакс это экстремально прагматическая страна. А Респонденс ответственность это категория связанная с понятием добра, высшей ценности и она стоит над миром и только культура ее несет, а не кормушка. спасибо за вашу блестящую речь на эту тему. Она навела меня на некоторые размышления, которые мне до этого не приходили в голову. Меня однажды поразило, я находился в дружеских отношениях с директором Словацкого культурного центра поэтом Юраем Калницким и его здесь в Москве навестила его жена Сденко Философ и они вместе были в центре Сденко это имя Сденко имя жена жены и вот я посетил их в центре когда они были вместе я туда пришел я в то время носил такую широкополую шляпу черную и Юраем мне говорит вот и я люблю носить такую же шляпу но мне Сденко не разрешает она ему говорит нельзя тебе Юрая тебя здесь убьют за шляпу понимаете когда вы останавливаете когда вы останавливаете этих как бы студентов и задаете им такой вопрос вы рискуете получить нож в сердце это один из рисков на Московской улице реальный риск задавая им умный вопрос просто потому что вы сумничали или иностранец это происходит каждый день и Сденко была не так уж не права когда говорила Юраю тебе не нужно ходить широкополой шляпе по этому городу и это мне напомнило другую вещь я когда-то успел поучиться финансовой академии и когда нам выдавали вот эти дипломы финансовых менеджеров то я сказал что это глупая наука хотя мне его выдавали и меня профессор который вручал говорит почему это вы так говорите получая такой диплом я говорю потому что если вы даете эту бумагу человеку у которого мазохизм по второй модели то он будучи умным все равно приведет предприятие к краху как бы он не был хорошо обучен как бы он не был хорошо обучен и дело в том что наша популяция находится в пределах биологического дрейфа биологический дрейф это такое состояние популяции когда выживают наиболее неперспективные особи и это стабильное состояние и в условиях биологического дрейфа мы не можем обращаться к людям с высокими идеями потому что выживают наиболее неперспективные особи это не зависит вопрос к тебе по тексту мы не можем мы не можем а кто кроме нас нет мы наше наше обращение наше обращение оно относится не к тем кому оно адресовано эти обращения библиотеки наполнены умнейшими книгами да умнейшие люди обращаются к нациям не только к нашей происходит постоянное нагнетание культурных идей вот я вам приведу простой пример как мне интересно как вы к нему относитесь с точки зрения можно ли чтобы кто-нибудь принес воды попить как как вы относитесь к этому с точки зрения вашего миросозерцания вот в россии как это известно в советском союзе долгое время был атеизм господствующей идеологии ну она господствует это религии да это было да эрзац религии некое ответвление общей идеологии которая так или иначе относилась к верующим и вот теперь у нас есть православие вторично уже не такое какое оно было когда-то но какое-то другое православие и мне кажется что совершенно безразлично какую какому типу культуры относится к тот или иной индивидуум или социальная среда важно как он оперирует этой культурой и вот люди которые сейчас называют себя православными продолжают оперировать вот той фактической людоедской идеологии в рамках православия соответствует ли это чему-то или нет и как мы можем вообще в этих условиях каким кому мы обращаемся вот это важно мы когда мы говорим мы предполагаем что мы формируем нового человека что наше представление о человеке лучше чем вот такое теологическое представление или же какое-то прагматическое что оно лучше или хуже но к кому мы конкретно обращаемся не обращаемся ли мы постоянно сами к себе вот я был бы рад если вы мне возразили потому что я постоянно встречаюсь с очень умными людьми которые выдвигают гуманистические и очень хорошие идеи но только меня всегда интересует вопрос кому обращение к тому же кто разделяет это или мы как-то хотим повлиять я хочу вам резко возразить немножко диалектической форме подтвердив вашу правоту да интересно хорошо спасибо за вторую часть и интересно услышать первую нет они вместе да да значит я еще раз подчеркиваю ну как всякая диалектика их невозможно разделить они друг без друга не существуют вот именно я хочу вам резко возразить подтвердив вашу правоту а точнее правоту вашего наблюдения да прежде всего мы обращаемся сами к себе да прежде всего тем что мы обращаемся сами к себе мы начинаем менять себя потому что в какой-то момент мы не были в состоянии обратиться с этим никому поэтому первый к кому мы с этим обращаемся это сами к себе и если мы сами себя убеждаем то мы заражаемся вот этот процесс самоубеждения он порождение убежденности он порождение ответственности этой и тогда он начинает как-то распространяться и никто никого не может убедить и уговорить в том чтобы другой стал другим или лучше но атмосфера вот эта передача муравьями изо рта в рот вот жевания культурной ценности жевания культурной культурного нектара и вызревания его в культуре в мед это процесс заражения других не тем что я им говорю а тем чтобы они начали искать для себя свою убежденность и этим я думаю и происходит действительное медленное но значительное и видимое изменение и улучшение мира я я с вами полностью согласен даже без диалектики по той причине что я всегда полагал что культура это селекция и то что вы можете уже обратиться к самому себе с такой речью это говорит о том что предпосылка этого уже была сформирована в вас вы не могли бы даже в этом направлении помыслить если бы не существовало этой некой предпосылки которую мы не можем назвать можем может быть и можем вы назвали ее я знаю и мне понравилось это определение но я заметил что и в других своих эссе вы практикуете то же самое диалектический как вы его называете метод только формируете эти бинарные позиции неким другим способом не так как это делалось до того ну вот например вам не понравился памятник холокоста в берлине да и отбросив все все доказательства того почему он вам лично не понравился я обратил внимание на одну вещь вы там сказали что когда человек умирает на чужбине не знает где он умер родственники ставят ему памятник и на памятнике его портрет ну портрет и имя самое главное имя самое главное не портрет а имя и помещают его имя и вместе тем вы говорили что вот те кто сжигают они как бы не хотят значит не хотят воскрешения не хотят продолжать некоего продолжения это это иудейская трактовка это совсем не значит я понимаю что это в тех культурах где так делается так же нет я понимаю я понимаю есть 4 вида захоронений они связаны с тем откуда происходит человек и там и там нет никаких никаких рассуждений на тему хочет или не хочет значит если он оттуда произошел туда он уйдет вышел из огня погружается в вагоне земли в землю и так далее но там среди прочего вот вы упоминаете об этом имени вот как важно на памятнике поместить имя и фактически когда я прочел ваше эссе я подумал о том что этот памятник холокосту в берлине он отличается от кладбища а вы возражаете против этого только тем что там нет имен и все больше ничем потому что было бы там имя то тогда значит или символическое присутствие имени хотя символическое присутствие имени но тогда следует предположить что холокост это исключительно явление геноцида евреев это терминологически так да холокостом называется геноцид евреев да но если исходя из ваших же позиций если в этих печах сжигали не только евреев а там сжигали не только евреев но то здесь этот памятник будучи используя имя используя некую символику он был бы более узко ограничен вот по памяти по мысли архитектора он становился бы более узким он бы не имел общечеловеческого значения вот представьте себе простите да вот можно я еще дополню просто я сейчас закончу вот представьте себе что покойный Ясар Арафат пришел на памятник холокоста и снизу вот посмотрел на все это дело как вы думаете вот вы на это посмотрели и вы с точки зрения евреи описали свои ощущения и свое недовольство вот этим памятником а что бы почувствовал Ясар Арафат вот в этих условиях он воспроизвел бы свои культурные стереотипы ну что это значит это не может не поразить человека он находится в конкретном месте да моя проблема с вами состоит в том что вы много вопросов дерево вопросов да 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 отвечай пожалуйста как-то ну вы ответьте хоть на один какой вам нравится больше в таких ситуациях я как раз вот ну выбирайте люблю говорить на любой вопрос любой ответ ну пожалуйста значит мне мешает кладбище подобность этого памятника и поэтому он мною субъективно прочитывается так что ну как как это великий Черномырдин сказал хотели как лучше а получилось как всегда да я очень как вот писатель и поэт этим афористическим творчеством восхищен вот так что здесь получилось чему получился памятник по результату получился памятник уничтожению имен да это мне больно то что вы туда заходите и вас охватывает такое храмовое действительно транспортирующее транспортирую я мое чувство пиетета и вы смотрите как бы из-под земли вы живой а как бы вы и похоронены и вы смотрите в эти серые стены как вознесение с дымом из печей да это все хорошо эта сторона кулисная она великолепная я ее не осуждаю и в моем эссе если я правильно помню я отдал ей великолепное должное то есть эстетическое части и эстетическое и психологическое и то что человек который пройдет через это кладбище там я на всякий случай может быть вы потом покажете телезрителям фотографии достаточно там могильные плиты начинаются прямо от земли и растут 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 в шестиметровые стеллы а пространство между ними уходит тоже вниз вот в этот котлован и они асфальтово серые на них нет ничего и конечно что положительная сторона состоит для меня еще в том что там любимое место игры в прятки детей и юношества и наиболее смелые мальчики и девочки они прям по верхам этих кладбищенских таких плит выросших в стелы прямо в небо они еще прыгают вот так там расстояние там больше метра там расстояние полтора где два метра и они ну как бы вот живут такой очень интенсивной жизнью и играют там в прятки и и в то же время среди этой детворы которая не занимается переживаниями ходят взрослые люди которые не могут уклониться от этого траура я воспеваю это архитектурное достижение но состоит в том что для меня это тем не менее получился памятник уничтожению имени и об этом я грущу а то что вы говорите что вот ну если бы там были имена так сузилось бы до евреев миленькие писать умеем да написали все напиши всех да более того я член инициативной группы в берлине которая борется за создание памятника всем а вот если бы там были написаны имена тогда это изменило бы тогда бы это было кладбище тогда бы это было кладбище да для меня да я понимаю но кладбище как пискаревская например где нет имен сейчас но там есть братские могилы братская могила все равно имя название имя место скорбь о том что нет имен она уже как бы намерение выражает вот но там нет там есть такой центр домик в котором есть имена и объясняется что к чему мемориал да мемориал типа музея да да маленький музейчик там можно лекцию какую-нибудь послушать это это все замечательно но этот памятник оказался в моем восприятии там нет ни музея ни мемориала ничего нет рядом есть все-таки рядом на границе да да есть и заодно там управление этого памятника но вот сам этот памятник для меня оказался он получился по моему субъективному восприятию которого я никому не навязываю я им просто делюсь он получился памятником уничтожения имен и этот памятник айзен мана а я предпочел бы там были выставлены проекты этого памятника и я совершенно определенно был и голосовал за либо скинда за за представление либо скинда которое было во-первых не кладбище оно абсолютно к кладбищенской идее не имело никакого отношения но оно было ничуть не менее возвышено и она была ничуть не менее мемориально и значимо что привело к тому что выбрали вот этот я думаю что такая мазохистское настроение в сегодняшнем немецком народе который переживание катастрофы да переживание катастрофы и с одной стороны и в конце концов непонимание вот вот этой трансцендентности тех кто был жертвами катастрофы при всем мистицизм при всем мистицизме немцев они все еще они хотят это сделать как бы о евреях но памятник сделан не для евреев а для немцев но это делал евреи ну какая разница нет подождите он из другой земли никто делал но мышление человека а почему выбрали а те комиссия которая выбирала она предпочла предпочла это поэтому не важно кто это делал но там было 30 не помню 7 что ли проектов из которых 4 были вот на таком же высочайшем уровне скульптурного и архитектурного искусства и понимания большего понимания чем да спасибо вы немножко прояснили мне свою точку зрения в одном из своих эссе вы упоминаете льва Рубинштейна и среди того в общем довольно многого что он успел в своей жизни опубликовать написать мне меня заинтересовала одна фраза которую вы комментируете вы комментируете несколько его фраз но вот из них одна в особенности что концепция произведения важнее его физического выражения ну во первых вы не останавливайтесь на том что это вообще такое за физическое выражение произведения что само по себе уже говорит о многом постановку в один ряд концепции и физического выражения для меня уже о многом говорит о Рубинштейне как о мыслителе который который там что-то говорит стихами ну нет я позволю себе сразу сказать что Лёва Рубинштейн безусловно один из талантливых современников и моя полемика с ним и я бы сказал полемика скорее такая немножко цирковая она связана вовсе не с тем что я считаю что Лёва Рубинштейн как-то я не с ним борюсь и я вообще не борюсь я считаю что идея концептуализма потеряла меру мы все в юности в каком-то смысле имеете ввиду от его экстремизма экстремисты от его родночальников от Пивоварова и других нет он очень самостоятельно Рубинштейн да Лёва Рубинштейн совершенно самодостаточный поэт самодостаточный мыслитель и поэтому то что коллеги вступают в содружество и это чаще всего коммуникативное явление а не содержательно я думаю что только самодостаточный поэт например и мыслитель и теоретик литературы такой как Лёва Рубинштейн может вступать в коммуникацию такого уровня вне всякого сомнения но тем не менее давайте откроем скобку да давайте на этом месте я прервал фразу давайте откроем скобку и спросим себя а чем отличается ум от мудрости хорошо что вы задали этот вопрос потому что я сразу же вспомнил что многие задавались другим вопросом чем отличается ум от глупости и пришли от глупости да и вот один из философов сказал что глупость это просто форма ума конечно от глупости ум ничем не отличается извините поэтому я такой вопрос и не задаю а вот чем отличается ум от мудрости от мудрости а не от глупости я думаю что это более важное раз понятно что мудрец он может быть и безумен может да он может быть и не образован а вот умный не всегда может быть мудрым да да но этому примеров множество я позволю себе тогда ответить на этот вопрос ну вопрос не спонтанный я его когда-то себе задавал сначала я этим вопросом мучил себя и долгое время я вот искал на него серьезный ответ смотрел книжки читал там что-то не нашел ответа и мне этот ответ пришлось сформулировать сформулировал я его так значит есть в интеллектуальной деятельности два типа процессов фундаментально различающихся друг от друга и один из этих типов является относится к мета плоскости к мета уровню к мета уровню спасибо просто я как раз принадлежал к упоминаемой вами в одном месте группе которую михаил ипштейн совершенно неправильно причислил туда людей которые в нее не входили и не причислил многих кто входили вот и это все называлось мета так как мета 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 но это по-моему когда я говорю слово мета я употребляю это и такие слова в определенном терминологическом смысле и всегда могу сказать в каком или в философском или в математическом или и так далее ну да мне это понятно мне непонятно что такое мета-код например это мне кажется абсурдом а вот значит мета-код мета-код это ну код не предполагает наличие мета пишите этот код через к и т на конце все встанет на свои места ну конечно теория исчисления предикатов по-разному позволяет нам вот сделать правда да так итак вернемся я просто слово уровень да я понимаю потому что все-таки я активно живу в немецком языке да вот это интеллектуальная деятельность как правило связана с некоторой оптимизацией или оптимацией как по-русски оптимизацией если мухе холодно а рядом есть световое пятно под лампой она ползет под лампу если лампа слишком горячая она поползет и почувствует здесь ей горячеват она отползет в какую-то зону где ей будет и не слишком горячо и не слишком холодно эта муха поступит умно ну да с некоторой точки зрения ну конечно она прагматична вполне ну да прагматична не прагматика это одно а ум это оптимизация вы можете заниматься оптимизацией даже в не прагматической сфере везде где есть ценности где есть критерии хуже лучше там вы можете заниматься оптимизацией и вот ум и есть тот самый функциональный орган который эту оптимизацию в в контекста свободном пространстве осуществляет ум это универсальный оптимизатор так я это понимаю поэтому ум ищет в любой ситуации и в любом в любом положении он отыскивает или экстремум или оптимум вот ну например кто-то хочет стать самым богатым человеком мир ну например да и предпринимает для этого усилия как померить его успех для того чтобы померить успех человека который хочет стать самым богатым человеком мира надо проранжировать богатых людей мира и найти его место место там и сказать вот сейчас ты вот такой а дальше нужно по ходу жизни посмотреть он туда вверх движется или вниз если он движется вверх то он движется к своей цели да это говорит ему ум да можно себе представить что некая дама хочет стать самой красивой женщины в мире как поступить с ней точно так же вы помните это как там зеркальце скажи да и всю правду расскажу на свете всех мильяль на свете не били вот этот самый образ он встречается в жизни тоже когда женщина хочет быть самой красивой какое свойство своего интеллекта это несчастная любовь бродского какое свойство своего интеллекта она при этом использует ум человек который хочет ограничить себя от каких-то возмущение опасности он ищет покоя мой дом моя крепость и он старается этого добиться какой орган интеллектуальный при этом он использует ум оптимизирует он оптимизирует все то что есть процесс оптимизации управляемо функции ума это ну так сказать некое классификационное утверждение а что же мудрость то делает при этом а мудрость по моему глубокому убеждению к этому процессу имеет только косвенное отношение а не прямое вот рассмотрим ту же муху вот это пусть это будет зона ее комфортности вот здесь у нее слишком горячо а здесь у нее слишком холодно и вот муха приползла из холода сюда и по инерции поползла обнаружила что здесь горячо и вернулась назад ну нормальная муха на этом остановится что она проявит проявит ли она остановившись ум да нет конечно она больше ничего не оптимизирует или можно сказать да она проявит ум она экономит силы она минимизирует то есть оптимизирует затраты вот она остановилась а представьте себе что этой мухе бесконечный резерв энергии и у нее нет оптимизации по затратам энергии вот возьмем и выключим что будет делать муха ну предположим предположим что это муха тогда скажет нет я вот здесь нахожусь слишком близко к горячему краю а что если этот край начнет как-то колебаться и меняться то тогда я нахожусь могу попасть в зону опасности дай-ка я от него отойду подальше и вот она поползла поползла и вдруг она обнаружила что она слишком близко к холодному краю подошла она тоже по говорит я в зоне опасности и она начинает ползать туда-сюда причем она с этого места не видит точно как далеко ей до одного края или до другого такая муха будет неограниченно ползать туда-сюда что будет ею двигать мухой ум будет ею двигать значит что мудрость может сделать если муха мудра ничего не делать если муха мудра она спросит себя вот у меня есть ум он оптимизирует мою ситуацию но кроме процесса оптимизации мне нужна мера мне нужна правильная мера мудрость это отдельная функция функция или созидания или понимания и реализации меры мудрость скажет вам достаточно если человек который хочет стать самым богатым не только умен но мудр то он в какой-то момент скажет зачем мне быть самым богатым просто богатым хватит интересно но мне кажется что вы переоцениваете роль мыслительных способностей в деятельности людей они не так велики как мне кажется и даже очень и очень скудно и я уточняю они не так велики вы говорите люди не вели нет вот вы переоцениваете роль в деятельности людей мыслительных способностей как мне кажется большая часть людей живет с пузом ну не обязательно ну даже тут дело не в том что пузом или оптимизатором на уровне мухи даже дело в том что вот это даже оптимизации на уровне мухи она зависит от очень многих параметров и в том что вы называете умом или мудростью это все равно в данном случае согласимся с вашим определением но дело в том что в этом процессе участвует много и внешних объектов если есть этот сервомеханизм о котором вы говорите называете его умом когда снаряд сам наводится на цель да это ум да это ум то действие сервомеханизма природным способом природным способом ограничены всегда и вот эти ограничения субъект сервомеханизма не осознает и в этом проблема поэтому мудростью является недеяние в любом случае протест протея я понимаю что вы протестаете но недеяние не заключается в том что это не действует она продолжает действовать вот парадоксальность таких явлений вот по-моему это александр македонский когда подошел к великому философу и сказал что я могу для тебя сделать великий завоеватель философу тот сказал отойди не засти солнце да это почему это мудрый ответ или это умный ответ чей этого философа это хамский ответ не хамский ответ он сказал то что ему было необходимо в этот момент он нам мешал то написать сочинение да нет ну что вы в философской энциклопедии на моей которая дома стоит упомянуто 27 разных диогенов ну да понятно и в традиции русских воспоминаний эти многочисленные диогены слились в некий мифологический образ ну мудрого вот философа и так далее тот диоген афинский о котором упоминает диоген лаэртский к которым упоминает диоген лаэртский был хам просто хам и он от ли известен еще и тем что он ввел в обиход слова киник он ввел его потому что он его ругали что он хам а он слово хам заменил словом я пёс а не хам я вас кусаю и это он заменил отсюда возникла цинизм но киизм цинизм цинизм стёб да стёб да этот диоген это был хам стебач который в своем хамстве и бомжестве находил особенное удовольствие имеете ввиду определение лаврентия павловича насчет бочки но скажите бомж это без определенного места жительства как все все он сокращал даврин за павлович джон выдумал от слова когда этого я не знала но так или иначе великий диоген по настоящему великий это диоген сила кейский который является родоначальником экспериментальных наук всех вот и если вам не не скучно я расскажу как чтобы отделить диогена хамского от действительно величайшего философа ну интересно это я думаю стать или зрителям нашим тоже да кстати одного из основателей стои стои то есть стоики это последователи стои и диоген сила кейский это один из основателей и идеологов стоицизма диоген сила кейский проделал величайший эксперимент именно задуманный как эксперимент слышали ли вы когда-нибудь такое выражение днем с огнем не найти но да да кого не найти человека имеется ввиду а человек днем с огнем искали золото о господи да а днем с огнем не найти до чего-то человека 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 да это выражение пришло из древнего греческого языка из афоризмов древней греции и вошло во все языки мира и связано оно с основаниями учения стоиков которые было одной из форм гностического учения в начале о том что есть вот разные сферы и там есть божественный огонь за последней сферой и этот огонь через дырочки в небос в разных сферах как искра божественного огня она падает и соединяется с новорожденным ребенком значит там у них были расхождения по одним верованиям эта искра соединялась с в момент зачатия по другим в момент рождения в три